Как стать счастливым тому, кто не смог создать семью? Ну, я так вам отвечу из священнического опыта, что создание семьи не приносит человеку счастье автоматически. И вообще никакое человеческое достижение не приносит человеку счастье автоматически. Если бы это было так просто, то не нужен был бы рай, потому что рай был бы здесь уже на земле. И все наши достижения здесь носили бы вечный характер. Но это не так. Брак — это одно из средств, сегодня, быть может, самое серьезное для большинства людей по их меркам, по их размерам сегодняшним духовным. Для того, чтобы иметь возможность удобно приблизиться к Богу и хранить веру благочестия и развиваться в попытке достигнуть вечности. Но не единственное. Брак — не единственное средство к тому, чтобы угодить Богу. Апостол Павел, например, вообще говорит о том, что люди, которые вступают в брак, ну, в каком-то смысле в его глазах даже несчастны, они счастливы. Он говорит, если не можете воздерживаться, вступайте в брак. Но будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Что такое скорби по плоти брака? Это когда ты не можешь до конца, как тоже говорит Евангелие, какой воин будет успевать, если он озабочен всякими житейскими проблемами. То есть делая начальника и народа, подготовить воина к воене, правда, обеспечить его всем необходимо. Потому что если он будет бегать и думать, где ему купить то или иное снаряжение для войны, какой же он тогда будет воин? Он будет не до этого совсем, не до войны, не до храбрости. Вот. Поэтому, к сожалению, мы живем в стране, в которой распадается 70% браков заключенных. Это катастрофическая статистика. И, к сожалению, мы видим, что и люди церковные иногда, не так часто, как светские, но иногда не сохраняют своего венчанного брака. Это задача очень непростая. И, знаете, к настоящему, что ли, так вот, знаете, как-то по-светски, вот как вы спрашиваете, счастливых, таких, как с рекламной картинки семей, наверное, совсем не существует. Потому что внутри каждого брака, внутри каждых человеческих отношений есть много-много-много-многоплановых сложностей. И я 25 лет в браке, вот, свой пример не буду приводить, хотя я достаточно в своем браке счастлив. А вот мой духовный отец, я помню, который уже за 40, далеко больше лет в своем браке, как-то, когда 25 лет, кажется, прошло его браку, сказал, я только начинаю понимать, что такое любовь. Вот, поэтому давайте как можно реже употреблять слово «счастье». Вот, оно очень опасное. Давайте лучше будем какие-то другие слова употреблять. Может быть, мера или смысл. Вот, так что желаю вам быть счастливым в том, что есть у вас, потому что это единственная дорога к Богу, быть благодарным за то, что у тебя есть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!